Итак, в прошлом видео мы познакомились с миграциями, поняли какая-то классная штука и как мы можем ей пользоваться. Ну а в этом видео мы поговорим про построение таблиц внутри миграции. Посмотрим, насколько это ускорит наше создание и проектирование таблиц. Итак, базовая миграция выглядит вот так. Сейчас мы будем разбирать некоторые вот эти вот поля и, соответственно, будем о них говорить. Я здесь прикрепил ссылки, все возможные типы полей, мы можем это посмотреть. Вот, Available Column Types. И здесь вы можете увидеть все доступные типы колонок, прочитать про них и так далее. Мы сейчас будем некоторые использовать и я буду, те, которые мы будем использовать, я буду объяснять. Соответственно, начинаем мы с таблицы Categories. Мы создали таблицу Categories и создали таблицу News. Мы можем пока удалить таблицу Status, потому что она нам по факту сейчас не нужна. У нас News, то есть мы его еще полностью не описали. Сейчас будем только описывать. Итак, Categories. Во-первых, первым идет TableID. Он создает автоинкремируемый публичный ключ. Вот, поэтому это по умолчанию этот метод уже сразу вам создает праймарики ID. И здесь нам вообще делать ничего не нужно. Автоинкремируемый, да? А колонка в конце TimeStamps метод, он создает нам два поля. CreatedIt и UpdatedIt. Эти два поля отвечают, за них отвечает сам фреймворк. Когда мы будем работать с ними, то вы все увидите, и сам фреймворк их автоматически обновляет. Нужны они для того, чтобы понимать, туда сохраняется время последнего обновления записи и создания записи. То есть время создания, когда она была добавлена на записи, и ее обновление постоянное. Вот, это удобные поля, мы их будем использовать далее по ходу курса. Вот, это то, что нам фреймворк ставит по дефолту. Поэтому, когда мы накатываем эти таблицы, то когда вы накатывали, вы могли у себя, или можете сейчас накатить, увидеть. Ну, давайте накатим, чтобы увидеть, потом назад откатимся в Migrate. Вот, и теперь мы можем посмотреть, опять же, на тот же поле News, например, или Category, с которым мы рассматриваем. Видите, здесь везде ID, CreatedIt, UpdateIt. То есть ID, уже автоинкремнируемый, Big Integer, Primary Key, автоинкремент, а CreatedIt, UpdateIt, TimeStamp, то есть обновление просто времени, где по умолчанию стоит Now. Вот, давайте мы назад откатим, это таблицы опять их поудаляем, нам они не нужны, потому что мы их еще пока не описали. И давайте начнем описывать эти таблицы, что нам здесь еще в категориях понадобится. Во-первых, нам здесь нужно не что иное, как заголовок, да, заголовок, название категории. Ну, и соответственно, мы используем метод String. Метод String создаст тип варчар вашего поля с именем Title, и вы можете здесь прописать длину, например, 191 символ я хочу прописать. Это поле обязательно, обязательно, поэтому я не пишу там типа Now и так далее. Помимо Title можно еще добавить Description, да, Description это может быть тип текст, то есть описание. Мы также применяем текст, да, и здесь мы можем поставить дополнительную опцию Nullable. Nullable означает Null, соответственно, то есть по умолчанию это поле будет Null. Все, пока мы описали данную таблицу, больше здесь нам ничего не нужно. Что будет в новости нашей? Мы пока будем использовать связь, сразу говорю, один ко многим, да, то есть у новости может быть только одна категория. Соответственно, одна категория может принадлежать нескольким новостям. Может у нас быть категория, например, политика, она может принадлежать там 5-6 новостям. Но новость всегда принадлежит только к одной категории, например, только политика или только спорт. Такая связь, она называется один, то есть одна категория, да, ко многим. То есть много новостей, у этой категории может быть много новостей. Вот, но у новости всегда одна категория. И поэтому мы здесь первым делом пишем тип unsigned, unsigned big integer. То есть так как по умолчанию фреймворк у нас создает тип для id big integer, то мы пишем и обратную связь unsigned big integer. Unsigned обозначает, что здесь только положительные числа могут быть. То есть никаких там минус 2, минус 3 и так далее. И, конечно же, unsigned big integer, колонку мы назовем, это будет внешний ключ. О внешних ключах мы поговорим в конце этого урока. Это будет внешний ключ, назовем мы его категории id. Вот так вот, да, пока мы ничего больше делать не будем. Далее нам нужна табличка, опять же, string. Это title, тут будет 255 символов, она обязательно. Далее будет string, это у нас slug, это slug, тоже 255 символов. Далее будет у нас колонка image, это тоже будет string. Ссылка на картинку, image, тоже 255 символов. Это может быть null, поэтому будет nullable. И, соответственно, то есть по умолчанию это будет заполняться как null. И, соответственно, нам нужно также description, то есть это текст, description. И это тоже nullable, то есть не обязательно может быть новость без текста. Вот и все. Как видите, ничего сложного нет. Давайте посмотрим, какие еще есть типы полей, потому что мы по ходу курса будем больше полей использовать. Давайте самые-таки интересные, часто используемые типы я расскажу. Ну, string и текст вы знакомы, я их только что показал. Соответственно, есть тип integer, есть тип, соответственно, big integer, small integer, tiny integer. Tiny integer, вот он, да. Есть типы, такие как boolean, то есть если вам нужно какое-то, его можете смело использовать, если вам нужно какое-то типа статуса. Кстати, нам надо статус новости, да. Но статус у нас будет, давайте мы, не boolean. Теперь boolean я показывал в прошлом видео. То есть boolean удобно использовать для каких-то, соответственно, чекбоксов, да. То есть, да, нет, нет, да и так далее, да. То есть, там, авторизован ли пользователь, да, нет. Там, подтвердил ли пользователь свою почту, да, нет. Вот это вот boolean, boolean будет очень удобно использовать. Также есть double, decimal, float, все вот эти вот типы необходимые, да. Есть JSON, если вы храните JSON в базе данных, хотя я это не рекомендую делать, только в крайних случаях, когда это прям необходимо бывает. Вот, что еще? Ну, в общем, что еще часто используется? Например, типа num, который мы сейчас будем использовать для статуса. Я покажу, как он работает, да. Ну, и, конечно же, даты. Есть date, есть daytime, есть daytime, timezone, есть timestamp. Мы будем многие из этих типов использовать. И daytime будем использовать, вот, которые отвечают за хранение, как вы уже догадались, хранение даты. Вот, ну, и есть всякие специфические типы, по типу UUID, если вам, если вы храните UUID, какой-то внешний, например, и так далее, да. И есть разные такие штуки, как soft delets, но об этом мы, ну, вообще soft delets, опять же, это не входит в тему этого курса, не знаю, вряд ли я об этом буду рассказывать, но это мягкое удаление, если быть точным. Скорее всего, я постараюсь в следующей части это рассмотреть, хоть это и не входит в программу, записать на эту тему видео. Но, если вкратце, то soft delets позволяет нам не удалять по факту, да, не удалять по факту запись, а просто помечать ее, типа, галочкой, что она удалена. И записи с такой галочкой, они не будут участвовать в выборках. Вот, это часто делают для целостности данных, для того, чтобы, ну, во-первых, для целостности данных, во-вторых, для data science это часто используется, да, чтобы потом этими данными смотреть, там, статистику на их основе строить и так далее. То есть, по факту, данные не удаляются. Так делают, ну, большинство крупных компаний, на самом деле. Вот, ну, окей, давайте идти далее. В общем, я думаю, в целом, в целом понятно. Здесь вы сами посмотрите что-то, что вам интересно. Ну, а мы давайте напишем, наконец-то, статус. Это будет, как я уже сказал, enum у нас. Enum будет у нас, колонка называется статус, стейтус, да, и enum позволяет нам выбрать один из нескольких вариантов. У нас будет несколько вариантов. Во-первых, будет вариант draft. Драфт нашей, нашей новости, да, это черновик. Будет вариант published, опубликовано. И будет вариант draft published. Ну, и будет, например, вариант blocked. То есть, заблокировано, да, по какой-то причине не статья. Вот. Ну, еще можно в архив ее засунуть. Вот, по дефолту она будет всегда draft. То есть, по дефолту всегда будет черновик. Вот, вы создали новость, она переходит в черновик, потом вам нужно ее, как бы, опубликовать. Вот. Еще один, кстати, метод вспомогательный, да, это дефолт, который позволяет нам указать какие-то данные по умолчанию. Но не null. Потому что для null есть nullable. Ну, вот, окей. С этим, думаю, мы разобрались и написали. Что идет далее? Далее идет, ну, есть разные там штуки, которые вы можете дополнительно делать. Настройки, опять же, документацию я оставлю. Почитайте более подробно. Можно представить текущую кодировку, текущий коллейшн, там, для вашей таблицы, если вы хотите отдельно, там, от основной базы какую-то кодировку и так далее. То есть, это можно все тоже менять. Ну, и дополнительные, опять же, опции поля. Я, опять же, тут оставил ссылку. Можно посмотреть. То есть, есть коллейшн, можно автоинкремент навесить. Опять же, тут достаточно большой, обширный функционал. Laravel нам предоставляет. И вы можете посмотреть, да, что, чем вы можете воспользоваться. Вот, например, дефолт. Вот nullable, например, который мы, используем, да, разрешает nullable для этой колонки. Например, есть автоинкремент, если вы хотите колонку сделать автоинкрементированной. Ну, установка кодировок, это я уже говорил, да. Можно написать коммент какой-то, добавив в этот вот метод comment. Можно что-то поставить по дефолту, как мы и делаем, да. Можно поставить unsigned, use current, если вы хотите использовать текущее время для временного поля. Вот, ну и так далее. В общем, опять же, сможете посмотреть сами. Не будем на этом сейчас зацикливаться долго. Далее, удаление столбцов, dropColumn, о чем я уже рассматривал это в прошлом видео. Нам сейчас это не нужно. Почему? Потому что у нас в текущих миграциях, сразу по умолчанию, когда она только генерировалась, здесь есть такая вот, сразу в методе down, такая вот, вызов такого вот метода, как dropIfExists. То есть, этот метод, он, вот эта вот конструкция вся, вызов этого метода, dropIfExists, он позволяет удалить всю таблицу. И поэтому, когда мы откатываем эту таблицу, у нас удаляется вся таблица. И нам не нужно отдельно поля удалять. Нам нужно отдельно поля удалять только в том случае, если мы дополнительно, да, потом к основной таблице что-то добавляем уже в существующую таблицу, как мы это делали в прошлом видео. Тогда нам нужно вызвать удаление поля dropCalm. Ну, это я в прошлом видео показывал, только я там одно поле удалял. Если вам надо несколько удалить, то вы можете в массиве их перечислить вот так вот, как на примере. Чего сложного, в общем, здесь нет. Дальше. Индексы, да, индексы. Нужно иногда, ну, во-первых, unique, да, unique. Если вы хотите уникальный какой-то, чтобы это поле было уникальным, вы можете сделать unique. По факту, по факту мы можем сделать уникальные поля на слаг, да, unique, слаг. Можно для новостей сделать уникальное поле слаг, чтобы оно было уникальным. Ну, соответственно, потому что по слагу мы можем выбирать эти, соответственно, новости, поэтому такие поля должны быть уникальны. Ну, и вы можете добавить какой-то индекс, если вам он нужен, там, на какую-то колонку. Это может быть как одиночный индекс, так и составной. Если он, чтобы был это составной индекс, вам нужно его указать в массиве, соответственно. Вот. Ну, если вы хотите на какую-то одну колонку повесить индекс, то вы можете указать. Ну, я даже не знаю, куда нам тут повесить индекс, он нам тут особо не нужен. Ну, давайте повесим на статус, потому что статус мы будем часто, да, часто по нему фильтровать там все и так далее. Вот. Таким образом можем повесить еще индекс. Ну, и, соответственно, в конце концов мы доходим, так, нет, еще удаление индексов. Да, еще может понадобиться удаление индекса перед тем, как удалить колонку, чтобы не было ошибки при откате миграции, да. Часто удаляют индексы, поэтому мы, прежде чем там удалить какую-то колонку, мы можем DropUnique удалить, Drop, давайте мы так и сделаем. Хотя у нас здесь, конкретно в нашем случае, да, удаляется вся база, и нам это, по факту, нам это даже не нужно. Вот. Но на самом деле, чтобы вы знали, можно удалить, да, DropUnique, DropIndex, любой из этих индексов. Ну, и, наконец, внешние ключи, о которых мы, наконец-то, подошли, да, о которых я все хочу рассказать. У нас есть сейчас внешний ключ, это категория иди, да, вот здесь вот. Но мы его еще никак не указали, что это внешний ключ. Для того, чтобы указать, что это внешний ключ, нам надо вызвать метод forain, и давайте мы это сделаем, table forain, и укажем колонку. Колонка называется у нас категория иди, которую мы хотим сделать внешним ключом, ну и, соответственно, references. Что она? References у нас указывает на колонку в основной таблице, то есть по умолчанию это иди, то есть первичный ключ в таблице категории, то есть это иди. Ну и дальше мы указываем on, это таблица, соответственно, с которой мы связываем ключи. Ну это, конечно, таблица категории. На самом деле, вот и все, ничего, видите, сложного нет. Единственное, вы тут можете еще управлять этими ключами, то есть смотря, что вы хотите с ними сделать, например, если вы хотите их там каскадно удалять, то вы можете onDelete написать, да, и здесь прописать тип удаления. каскад. Вот. Либо воспользоваться методом on, каскад он Delete, автоматически он это будет делать. То есть когда мы будем удалять, условно говоря, категорию, то каскадно с ней будут удаляться все ее новости. Как-то так это все у нас работает. Как видите, ничего прям слишком сложного нету, и я думаю, вам понравится работать с миграциями, вы будете их применять. Ну и мы, я буду в этом курсе далее, по ходу этого курса, также использовать миграции. Мы будем активно их использовать, как и сиды с фабриками, о которых мы поговорим в следующем видео. Субтитры делал DimaTorzok